Это у батюшки работают. Тихон, вот с правой стороны назвали в честь нашего отца. И там полени, вот смотрите, как они тут их. Вот они везут, он в поленицу складывает. С какой скоростью, я сколько был, они работают тут. О, запнулось, ой, ой, ну-ка давай поправим. Ой, ну-ка положите, тут яма у батюшки, вода весенняя течет, помешала нам, ну вот и батюшки. Батюшка сам носит. Я могу помочь им, а вы стоите тут. Давай, ну замечательно, давай я тебе помогу туда вытащить. Ну молодцы, ребята, я несколько раз уже появился сегодня здесь и все удивляюсь, с какой скоростью работает. Вот тут, о, упало, полено, положите его. Да благословит вас Бог. Вон оно как, заворачивает, туда, пошел. На пути разные, поления какие-то на пути. Смирно. Слушаю вас. Я из деревни буду я в субботу. Я батюшке взял полено нести, скажут, троицу не произнает. Я взял еще два. И вот он им кладывает на зиму. В Сибири лето идет только на то, чтобы прокормиться зиму. Интересно, батюшка говорит, вот в Африке-то ничего этого нету, морозов наших. А что так бедно живут? А у нас такое короткое лето. Еще до первого июля еще не посеяли некоторые гречку. А в сентябрь уже дождями задавливают. Вот считай. Сибирь, это, говорит, то, чем будет перерастать Россия. А Сибирь прирастает Алтаем. Вот у батюшки показать тут шкуры, овещи. Тут свет открытый, курочки бегают, несутся, гнезда везде. Вон ты, да. Спать ложится, а они работают. Что делает, а? Что делает, а? Что она делает, а? Чего, а? Что, корябается? Корябается она. А? 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 Играет, играет, играет. О, Петька хорошая. Борь, 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 борь. А что у Петьки, у петуха хвоста такой обкороченный? Они второй еще есть петух, они дерутся насмерть. Из-за куриц? Ну, за власть. Там кот весь пошарпанный дома из-за кошкиного, хвоста дерутся. Ну, беда прямо с этими мужиками. Их два кота, и оба пришел пластом лежат. Одного выходил, другой сам вырос. Батюшка выпускает свое хозяйство. Ой, да красота-то какая. Ну, конечно. Вот они. О, какой. Ну, это прямо на жертвенник просятся к Исаку. Ну-ка. Ой, да какой. Глупенький какой, как баран. До ножки-то у него все три белые. И курдичок. Не знает, куда бежать. Сколько ему? До недели две. Звездочка у него на лбу. И он ее по голосу знает. Это двойняшки, что ли? Да. И второй, который наполовину, да? Как наполовину? Наверное, от белого барана, который заболел. Вот, видите, у батюшки бараны. Овна, у меня голуби. Как-то едет батюшка. У нас правило такое, чтобы скотина не бродила беспривязная. Но он туда подписал моих голубей. Говорит, что распустил свое хозяйство-то? По дороге там где-то клюют. Вот у нее овечки два ягненка. Да. И вот, чтобы один кормился, сосал, а второй где-то бы спал. Такого ни разу нет. Один только подходит, второй где-то спит. Вдруг он соскакивает. То ли она голос подает, то ли соскакивает. С другой стороны сразу подскакивает и все. Один никогда не может. Ну, а то о чем говорит? Ну, что, о чем? Дружба. Дружба. А может быть, боязнь, что другой перебор возьмет, ему не достанется? Конечно. Наверное, так. Даже вот где-то один играет, там далеко. А этот только к матери, что он смотрит, тот несется через все стадо и к ней сразу есть. А вот, говорит, овечки непрерывно идут и кричат. Почему коровы не кричат? Коровы друг друга видят и рядом никогда не пасутся. Они кричат почему? Потому что она игненок остал где-то потерялся. А она вот кричит. А они голос ее знают, говорит, еще в утробе. Вот и все. Это стадное животное. Стадное, а вот корова нет. А корова нет. Если она рядом, она любую донет. Вот она как. Они побежали опять от комаров, от паутов спасаются в сарае. Так у нее шерсть, а только пауты на морду, если. На морду, на вымя, на ноги. Ноги кусают. Вот они, вот они. О, пошли. А та стоит, смотрит. Увидалось. Все ушли. Ох, как она. Какая боевая. Но еще одна осталась. Ой, ужас-то какой напал на нее. Как это так? Епископа у них нет. Это не церковь. Ой, скорее куда-нибудь. К любому прислониться к Сергеянскому сборищу. Куда угодно. Только одному не остаться. Да, один никогда не бывает петух. У него курочки всегда. Борода-то у него какая шикарная. Борода. Настоящая. Не то, что бритая там какая-то. Сколько куриц, от гарем. И все его слушаются. А тут с одной женщиной не могут поправиться. Это неправильно. Сейчас я пройду и еще Рену сниму. О, маленечко сели отдохнуть наши сруженики. Я пойду Рену покажу. Рена где у нас? Вот она, Рена. Батюшка. Смотрите, какая красавица. Ну, не ученая совсем. Вот ее не учил батюшка. И все. Такая паства. Подойти нельзя, сшибет. Огромная овчарка. Дочь чемпиона России. От урагана. Пупкова Сергея. А в кого ты такая, а? Отец такой умница, а ты баловишься. Авторитет-то его пожалела, выходя. В тенечек ей надо. Все поскребает под себя. О, матушкино хозяйство тут дальше. Это колодец у батюшки. Это вот издалека смотреть дом. Два этажа, там и малились. Все с нуля. А где жил, продал, приехал, тут построился. А другой начинает. А кто мне дом по саму строй? Тут и подвал у батюшки. И кто только еще не хранит. Он строитель. И когда архиерея его пугал чем-то, батюшка говорит, а у меня мастерок всегда с тобой. Я тебя запрещу в служении, что правильно крестишь. Ну, владыка, вы же знаете, я строитель. Буду храмы строить. И везде направляли в храмы. Разные приходы. Тобольск. Ишим. Сейчас я точно не знаю. Перечисли, батюшка, приходы, где ты служил? Я где служил? А? Начни по порядку. Омско-Тюменская епархия. Ну, повернись туда. Омско-Тюменская епархия была тогда? Служил в Омске. В Тобольске. Веселькуль. Это все там приходы. Тара, Тюкала. Вот. Тюмень. А что так много-то? Почему не на одном месте? А почему? Потому что я строитель. Где нужно было строить или там какой ремонт, меня туда направляли. Ну, а ты ездил один или с кем-то, допустим, с одного места на другое посылают? Было так, что с кем-то из священнослужителей вместе едете дорогой в поезде? Ну, а дорога вы о чем рассуждаете? Как проповедовать, благовествовать? Да, какой там? Мы ехали, допустим, от Омска до Тюмени. Садишься вечером, ночью. Какой там? Уставший. Лягли утром, проснулись уже там на месте. Но все равно, когда-то с другим, может быть, днем ехали? Да нет. Такого не было? Не было никогда. У тебя издалека прихожане-то были? Да. Или только местные? Нет, ну, тогда было меньше. Приезжали там за 60, за 80 километров. Ты говорил, вроде бы, а тут а с севера даже? Ну, это в Тобольске с севера там зыряне приезжали. В Тобольске. Тогда Тобольск был это самый крайний приход на север. Дальше-то не было ни одного прихода нигде. Ни в Сургуте, ни в Нижневартовске, ни в Ханты-Массийске. Там нигде больше не было. Тобольск был самый крайний приход. Ну, а вот хорошо, ты строил храмы. Это как, положительная тебе в характеристику? Ну, как положительная? Ну, так. А почему тебе эту блестящую шапку не дали? Ну, у меня другая награда есть. Более. Я живу на своей родной земле. Понятно. Поэтому что? А то как-то еще с отверстием бывает. Ну, всяко бывает. С отверстием, без отверстия. Давай. Вот. Тихонус-Синок. Не дали. Епископ от нас же сказал, говорит, самая большая награда для священника то, что, говорит, он может... Что он уже есть священник, это для человека уже, говорит, награды. Вот. Не то, что он может, говорит, совершать. Видите, как. Девицы как работают. Это поучиться мужикам надо. Сколько ей лет-то? Анна это? Да, сколько ей. А вот, Сеф, а тебе сколько лет? Одиннадцать. Одиннадцать. А они? Шестнадцать. А? Шестнадцать. Шестнадцать. Ну, а то уже невеста настоящая. Невеста. Как-то говорили, Севастьян говорит, вот, не знакомится по интернету. У меня, говорит, свои, подрастают, говорит, не знаю еще, что делать. Ну, ладно. Ну, что, буду ждать известия? Да. Вам готовить эти осины-то до перехода? Да. А как их туда увезете-то? Ну, увезем, это что, проблему увезти? Ну, мы тогда их тут ошкурим и вытащим их к дороге или как. Или там. Положим прям рядом. Да? Где есть? Сколько сделать? Три? Три штуки хватит. Ну, все. А то, которые наросли, нам убирать их надо. Смотрите, как на себе. Туда-сюда, туда-сюда. Вот, что значит деревня. Это труженики растут. Вот, пожалуйста. Тихон Давыдович. Вот это. Так эта девочка-то кому она родня? Тихону? Да. Вот. Так она и тебе родня. Ну, я имею ввиду, сестра-то она этому. Ну, двоюродная сестра Тихону-то. Ага. Тихон-то Давыдов. А эти-то Марина. А эти-то Силасия. Ну, понятно. Они как величайся? Эдуардовны? Ну, да. Хорошо. Вот Эдуард из немецкого Бауэр. Вот придумали сейчас, что более успешные в жизни бывают троечники. Сейчас запустили такую молву везде, что в жизни более удачные не пятерочники, а троечники. Какой-то троечник. Я говорю, всю жизнь гонялись за медалистами, везде принимали без экзаменов. А сейчас узнали, троечники – это самое хорошее. Я говорю, ну, ладно. Врач-троечник, что он может сделать? Только отрезать? Да, конечно. Юрист. Если он юрист, и троечник куда? Вот у них отец с красным дипломом, так его везде, и в Москве, и везде знают. Постоянно в командировках. Нет, брат, никого не обманешь. А кто там за это бросил, не знаешь. А там уже кто-то стоит. Так это, знаете, вы это, брат, не там? Так, лучше не бросайте, пока не узнаете. Сама так это. Вот сейчас отсюда. Вот. Смотри, лучше свали ее, а то она упадет на человека. Это у нас через крышу, видать у батюшки. Через его крышу виден храм. Вот, смотри. Готово дело. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok